Итак, позиция нынешнего правительства в отношении так называемого Зангизурского коридора становится все более ясной. Армения не брала на себя обязательств по предоставлению коридора по своей территории, заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Ни письменно, ни устно Армения не брала на себя никаких обязательств по предоставлению коридора. Все те, кто утверждает, что Армения обещала нечто подобное, выдают желаемое за действительное, написал он в Твиттер. Ранее, 14 октября, премьер-министр Армении, Никол Пашинян, назвал постоянное упоминание Азербайджанам коридорной темы, в контексте разблокировки всех региональных коммуникаций, искажением, саботажем реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Хочется верить, что завтра политик не изменит своего мнения. Согласно девятому пункту заявления, Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением, согласно заявлению, должны будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России. Ни о каких отдачах территории речи не идет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всего происходящего вокруг и внутри Армении.